Алена Ивановна, здравствуйте! Сегодня мы продолжаем говорить о том, как женщинам повысить свою самооценку. Вернее, о том, как вести себя мужчинам, когда женщина срывается на него или на ребенка, казалось бы, по пустякам. Главная суть-то в том, чтобы женщина знала, что от ее внутреннего состояния, от ее самооценки зависит вообще окружение, ну, семья прежде всего, да, и ребенок спокоен, когда женщина уверена, и женщины с адекватной самооценкой, они не будут никогда унижать другого, там, ребенка, мужа, кричать, вот, и от этого идут обиды, от этого идут конфликты, от этого идут распада семей, да, когда женщина ищет в другом какие-то минусы, а на самом деле это она о себе, это ее крик. А мужчины думают, вот, я дурак, там, она меня оскорбляет, я кретин. Да это не ты кретин, это у нее самооценка упала. И надо просто ей сказать, что я знаю, что ты злишься, но ты все равно красивая. Вот как сталкивается женщина, которая начинает критиковать, ну, во-первых, надо вспомнить маленькую притчу «Ворона и павлин», да, когда ворона кричит на павлина, павлин же красивая птица, а ворона сидит у себя на дереве и говорит, что за птица непонятного происхождения, такую птицу в парк бы не пустила, ноги морщинистые, двойной подбородок, морщинки, и вообще цвет ужасный. А павлин ответил, я знаю, что у меня ноги морщинистые, оттого я так высоко держу голову, чтобы этого не замечать. А тот хвост, который тащится по земле, он очень нравится людям. И этот павлин сел рядом с вороной. То есть, какая здесь мораль? Ворона почему оскорбляет павлина? Во-первых, она завидует, а зависть – это опять же занижена самооценка. Понять еще ворону, от чего ей хочется? Внимание. У меня такая женщина, я знакома, она заходит в автобус, и ей так не хватает внимания, она начинает кричать. Так, мужчины, место, почему не уступаете? Кондуктор как-то некорректно разговаривает. Я говорю, и ты вот приходишь в автобус и кричишь? Она говорит, ну да. Я говорю, тебе нравится? Да, сразу все внимание ко мне. Я так прямо… Я говорю, ну ты, я надеюсь, не оскорбляешь никого? Нет, просто говорю, безобразие какое-то. И в этот момент она получает внимание. Это тоже повышает ее самооценку. Ей это тоже надо. Ей это важно. Чувство зависти, не хватает внимания. И какая базовая потребность еще? Да, у этой вороны, которая критиковала павлина. Самая важная потребность в любви и в принятии ее такой. То есть, она гречит-то павлину не потому, что он такой плохой и некрасивый, а потому, что мне что-то надо. И если тот, на кого кричат, он скажет, да, я согласен. Бывает, что я совершаю такие действия, которые тебе не нравятся. Но я – это я. А ты – это ты. И я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. Но я готов быть рядом с тобой вот в этой ситуации и исправить, и помочь, и подсказать. И я вообще тебя слышу. Потому что, когда женщины кричат, ругаются, они же еще кричат, как маленькие девочки на папу кричали, да, эмоции, чувства. Они начинают орать, уезжать, а мужчина за голову берется и думает, это все про меня, это для меня. Нет, не берите никогда на свой счет. Лучше головой кивайте, слушайте. Угу, угу, угу. Я тебя услышал. Я тебя понял. Обсудим это. Но только потерпите, когда эмоции утихнут. У женщин такая вот психика создана. Мы так созданы, мы эмоциональные. Вы можете быстро переключиться. Мужчины вообще быстрее переключаются. Хотя самооценка у них тоже заниженная и завышенная, меняется. То завышенная, она не бывает всегда ровная, да. Вот. Сегодня я спасла кого-то, помогла кому-то, что-то сделала даже на кухне, да. И у меня такая самооценка. Там что-то не получилось. Перек сгорел. Ой, какая я дура-дура. Не успела. И начинается чувство вины с такой вот самокопания. И когда у меня упала самооценка, я пойду искать виноватых, кричать и говорить, вот ты виноват, что пирог у меня сгорел. Вот только ты виноват. Потому что ты мне не напомнил. Некоторые, да, склонны себя критиковать, самокритиковать. А некоторые будут искать кого-то, на кого можно покричать реально, на кого можно повесить свое чувство вины. А вы не ведитесь, не принимайте подарки.